Глава КОМИ поручил уделить особое внимание повышению качества образовательных услуг. В этом году стартует региональный проект «Учитель будущего». Он направлен на организацию исследования компетенций учителей, повышение уровня профмастерства, их квалификации, вовлечение молодых специалистов в различную форму поддержки и сопровождение в первые три года работы. Архиважной и стратегической работы, требующей системного подхода, Сергей Гапликов назвал укрепление материально-технической базы, а также развитие кадрового потенциала отрасли. Министерству образования предстоит впитывать и внедрять инновации, которые применяются в этих вопросах на других территориях. У нас есть примеры в сельских школах, когда очень высокий уровень образования. Мы были в Помоздино, видели, как создана там в инфраструктуре 150-летней давности. Там есть стубальники по русскому, по литературе. О чем идет речь? Значит, все зависит от педагога. Его желание вкладывать ребенка, развивать его, создавать ему определенную мотивацию, чтобы он тоже стремился, учился и пытался достичь более качественных результатов. По данным курирующего ведомства, в Коме не осталось проблем с нехваткой мест в детских садах для тех, кому больше трех лет. В этой части майский указ президента выполнен давно. Приоритетным остается возрастной коридор от двух месяцев до трех лет. Здесь по итогам прошлого года удалось ввести 250 мест, но этого пока недостаточно. В настоящий момент у нас ситуация чуть лучше, чем в Российской Федерации, в северо-западном округе. 91 с небольшим процентом у нас охвачены местами в детских садах до трех лет. Но в настоящий момент потребность у нас где-то в районе 1300 детей. В первую очередь это Сыктывкар, это Сыктывдинский район, немного короткий рост, в Коумского района. То есть там, где и рождаемость стабильная растет, и где действительно нужны эти места. Есть определенные наши задачи в рамках двух соглашений и в рамках соглашения с Министерством просвещения, и в рамках нацпроекта уже демография. И мы планируем выйти через год, в 2019 году, на показатель 94% достижения доступности дошкольного образования. Также, как сообщила министр, на средства, которые Республика получит в этом году из федерального бюджета в рамках нацпроектов, будет поддержано создание инновационного центра дополнительного образования на базе СГУ, открытие Республиканского центра цифрового образования IT-куб и проведение Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел».